Это будет Элвис, Грандмастер Зерк, 1-16, против НРС Клэйв, Протас, который номер 23 Грандмастером. И я не знаю, как Грандмастер. Наверное, Грандмастер номер 1. Элвис, Грандмастер Зерк, номер 1, это 116 на той стороне. Это Протас, НРС Клэйв, это 23 Грандмастер. Значит, оба игроки высокий Грандмастер и хорошая позиция. Значит, готовьтесь для отличную игру. Будет ПВЗ на Шеттертемпл, ESL. Я тоже не знаю, какая разница ESL. Я думаю, где-то... Я честно не знаю, какая разница с картой. Я не могу сказать, это ESL, это MLG Metal Opus. Это просто было открытие побольше, как я слышал. Uh, looking at the difference right now, this is gonna be a PVZ on Shettertempl, guys. And... We got NRS Клэйв starting at the 12 o'clock. We got Elvus starting at the 6. We got Overlords flying around. We're gonna see, Elvus is gonna find out he's not right there. He's gonna definitely have to go check out that close position, make sure he's not close. Um, actually, I don't know. If ESL, you're allowed to spawn close position, I doubt it, so he probably knows he's probably right above him. Um, with ESL maps, I'm guessing, too, that something is wider, in a sense. Probably the natural, or something's just wider about the map. Uh, we do see the probe kinda coming in here right now, and he is gonna try to get some scouting information at the moment. See that there's nothing absolutely extreme going on. Oh! Does he see that there is a 14 pool getting thrown down? Um, that definitely doesn't, shouldn't give any sign of concern, I guess. Uh, right now we're seeing that interesting decision by NRS Klai. He's got the forge up, but he's gonna start at the top of the ramp. Usually, if it was a forge fast expand, we would see at the bottom, so maybe he's just gonna stick up here, put a cannon up here. Interesting decision. It's kind of a liquid tower type thing. Uh, interesting, let's look at this 13 pool. He ends up now. I don't know what Elvis is planning to do now. Um, interesting choice. Ah! Because it's a cannon rush! I forgot what it is. Um, cannon rush is a drone. He's moving a lot now. Oh-oh-oh-oh-oh. If he can somehow close the NRS clip. Oh, it'll be interesting. Честно, Elvis очень много времени теряет от минералов. Теряет он 3, это где-то сколько их дронов теряет, потому что он столько времени бросает на вот это всего. И, ой-ой-ой, нельзя, чтобы он проб терял. И потеряет он проб! Потерял проб! NRS Klai невнимательно сыграл. Ой-ой-ой, потерял все. Он сейчас от второго проб привез. И сейчас лингов есть, от натуральной базы берет. И да, плохо, cannon rush не получилось. И... Элвис будет впереди. О! Забыл про... Да, сейчас пилон пока не так интересно. А Extractor Trick это сделал... Чтобы побольше хранилища сделал для себя. Чтобы он мог тронов больше строить. И интересно, cannon строит... А, cannon строит вот здесь, это вверху. Это закрывать его базу. Вовремя закончится. Я сам не знаю, не могу сказать. И может не вовремя закончится. А... Пока сейчас, если он может убить это... Элвис будет... Элвис будет... Элвис будет... Элвис будет в ужас позицию. Это будет интересно во сколько это все закончится. И когда cannon закончится или вовремя... Не... Вовремя почти! Вовремя! Вовремя! Сейчас уже ехалить их наbut. Что Wakanda видите... gates му. Вовремя! Пропустит он должна зайти вот снизу. Коранга! Рето На картинина! Слъех! Он литесит и ее картину! Вовремя! Слъех! Элвис! Чтобы Обратить устала. grades affect ahead partятся. びDie AJ лиз poster зplant 400 минералов, если у меня есть какие-то предложения для Элвиса, я бы, наверное, бросил эти стены вот здесь, и попробовал взять этот 3-й, или даже этот голод. Интересно, он сейчас пилон ставит здесь сзади, значит, интересно, может, он будет это DT, может, побольше чиз попробует попозже, надо будет смотреть, очень интересно. Мы смотрим сейчас взгляд, оверлорд было видно для секунды, он в центре пошел сюда. Ну, вот что интересно про вот эту карту Shutter Temple, просто вот здесь дымо, это для зерк очень полезно, потому что он может прятать это, прячут это все, это оверлорд, он все видит, а на той стороне карту не видит никто. Вот прямо у эрлорд сидит вот здесь и два гейта видит, не знаю, что это ему говорит прямо, но он хоть бы видит, он видит тоже газ есть, видит, что третьего есть, значит, 4 гейт хоть бы есть, он знает, что есть один гейт вот здесь впереди. Значит, прямо Элвис, это клейв прямо идет в 4 гейт, это билд, значит, Элвис будет готовить для этого правильно, я чувствую. Ну, это просто просто интересно, смотря смотря на все это, как это получается, и вот сейчас у нас есть три гейт. Он знает что там есть два гейт, он знает что есть один гейт. А вот, мортал, сейчас видно что, по сути, это активно, оттен, кто у нас есть. Это может быть очень сильный путь, это было бы тоже несколько больше, но у нас есть несколько смертей, по сути, но для этого нет. I don't know if there's one up. Yeah, there is one up. He needs to start getting some roaches out. He's got some links in the front, but I don't think that's going to be enough. Speed upgrade is almost done. The first roach is coming out. He's also... What in the world is he getting right here? I was getting a Hydra list done. Interesting decision. Don't agree with that at the moment. There's another pylon right over here. Pylon есть для NRS clave. Прям пропустит. Ха! Elvis совсем пропустил пylon. Сидит слинг вот здесь. Я не знаю почему. СССР мог бы получше делать. Но если вот здесь два пилона, он может просто ближе во все... Атаку. И тоже оверсер. Это совсем все пропустит. Здесь проходит. Ничего не будет видеть. И третий пилон вот здесь строится. Ой-ой-ой. И может, клэйв знает, где все есть. Are we looking at клэйв? Actually, he might know. He's actually going to run into this probe right here. And probe is going to get picked off. And I wonder if that's going to give him any sign indication. Finds out that there's one pylon right here. I think he actually just probably saw that there's another pylon right here in the front. Yep, he did see that there's a couple more over here. So he's going to be in great position to pick those up. But at the same time, we've got a lot of lings right here. I mean, not a lot of lings. We have sentries. And, oh, actually, poor Forcefield. It's only able to catch one ling right now. We've got a lot of immortals. No stalkers within this army. Interesting decision. And we've got a couple roaches, a couple hydras, queens, spine crawlers. And I think he's going to be actually just fine at the moment. Definitely, if Elvis' zealot numbers get up higher, it could become a bigger problem. And right now, I mean, not a host. If NRG Clay's numbers get a little higher. But right now, all Elvis needs to do is just build army, army, army. And just be able to defend this push coming up. And actually, I like this right now. We do see the Morphling right here. Right here, the Morphling. He actually sees the total unit composition in the army. And he's going to wonder why he can't bring that along. And here we go. We're going to have our little engagement right here. I don't know if this is going to be a good position or a bad position. Good transfuse going on. Keeps that one spine crawler alive. And these Immortals are soaking up so much damage. Good force field. Preventing all these lings and hydras from doing anything at the moment. And he's just going to back out. Immortals don't lose anything at the moment. Just loses a bunch of sentries. Great aggression for Clayve. He has three Immortals. He has nothing to lose. He has a life. He has just lost a little bit of sentries. And yes, he killed the Morphling. That's right. We're looking at him and... Just yes, this army... As I said, Elvis needs more and more army. Elvis needs just bigger army right now to be able to hold us off. Once there's a lot of Immortals and everything else, it's going to be a huge problem. But the good thing for Elvis right now, he is sitting on two base right now. If you want to, you can take out that rocks and try to go to three. He does have that opportunity in front of him. But looks like NRS Clayve is just... I mean, going for broke right now and just going to try to make a huge push. We're going to see that NRS Clayve is just going to build all his money in the army. He's just going to build a base right now and he wants to do something in front of him. And now he's going to build two spine crawlers. Yeah, just a bad position for NRS Clayve. He has a gold medal. If he's going to force field, he can't get in front of him, if he's going to put them in front of him. And just me like this, where is this overseer? Just overseer, if I hear something that's going on, it's going to be built. Well, now the attack begins. Immortal is in front of him. And... He's just going to force field. Now he's just going to go back. Now he's going to go back. He's going to hold the army. He's going to hold the army. Immortal is in front of him. He's going to lose one. And just... He needs to dance here a little bit more. It's going to be... So, Spine Crawler can attack him. He's going to have a lot of rogers. He can transfuse. And... I think it's still... I think it's still NRG. It's NRS Clayve. He's going to lose a position. Now he's going to lose a position. When these Immortal will fall, it will be the end of the game. It will be the end of the game. And now he's going to put more centers from gold in the game. But I think this will be useful. He's going to build another Spine Crawler. Honestly, I think it's not the most dangerous position. But I like it. I think it's going to build a little bit more. Something like this. Huh. Interesting. I don't know if we're going to stop the game. We've got an interesting pause kind of going on right here, guys. So, we're going to wait for a sec. And I can't... I don't understand. I kind of don't understand French at the moment. I think they're talking in French. So, I definitely don't understand that. No big deal. No big deal. This is the Craft Cup EU. The Craft Cup EU. No problem. I don't understand French at all. We do see right now a couple more force fields going down. And we're actually getting a lot of the bulk of the army pushed in the front right now. And these Immortals are picking off everything. If you can get these Centuries out of the way. If actually you can get these Immortals. 1 Immortal падает. Все центры он сейчас потеряет. И начинает концентрироваться на Immortals. 2 Immortals по королеву потеряют. Ну, это... Элбис, он просто больше Hydra, больше Лингов, больше Ротчев строит. Сейчас он может просто побежать для них. Это... Сейчас у него золотый есть. А-а-а... Надо осторожно, чтобы он не потерял их. Сейчас Элбис у него хранилища не в самую ужас позиции. У него хорошая защита. Сидит на одну... Это... Ну, сидит на 2 базы, пока у него спайнкроллеры есть для защиты. Честно, много не может Элбис сделать тоже. У него 2 Immortals сейчас стало 2 меньше, чем было бы. Огромная проблема. Сейчас Элбис... Энерес Клей просто сидит на одну базу. Вот самая огромная-огромная проблема. Энерес Клей просто сидит на одну базу. Бесконечная атака. Пробует делать. И скоро он не может это... Бесконечно вот эти... Вот эти атакы делать. Беспроиграть. Я думаю, все. Вот это будет конец игры. А-а-а... This is kind of a pointless attack right now. He's warping in more units. But, I mean, NRS Клейб is a 41 supply sitting on one base. And he can't continue this kind of production. Once he loses these Immortals... Oh, wow. These Hydras are actually doing work on these Immortals. А-а-а... One Immortal goes down. Last Immortals about to get picked off. And last... Uh... Stalker goes down. We have a GG from Klay. He pauses the game. A little BM. And that does it for us. Wow. All right, guys. That does it for me. That was an awesome Kraft Cup. GG to both players. There's... There's...